Николаемская улица, радиальная улица в Таганском районе, центрального административного округа города Москвы, проходит от Еузской улицы, пересекая Садовое кольцо под Ульяновской эстакадой до Андраньевской площади, нумерация домов от Еузской улицы. К улице примыкают с нечетной стороны Берников, Лыщиков, Севиков, Николаемский, Шалопутинские переулки, с учетной стороны Землянский, Малый Дровяной, Большой Дровяной, Пестовский переулок, Николаемской тупик улица Станиславского. Происхождение названия, о церкви святителя Николая в Рогожской Емской слободе, Николы на ямах, стоявшей на углу Николаемского переулка на месте нынешнего типового дома номер 39, храм был построен в первой половине 18 века, снесен в конце 1950 гг. История Рогожская, Емская слобода известна с 16 века, Николаемская улица, часть древней дороги на Владимир, 26 ноября 1606 года здесь произошло сражение между войсками царя Василия Шуйского и восставшими крестьянами Ивана Болотникова. В конце 17 века в начале улицы на месте нынешней библиотеки иностранных языков стоял Яузский дворец Петра I, в 18-19 веках за Яузье, в том числе и Николаемская улица развивалась преимущественно как купеческий район. В начале улицы между Николаемской и Яузской в 1799 был заложен дворец заводчика I, R, Баташава, выходивший фасадом на Яузскую, осадом на Николаемскую. Тогда же Родионом Казаковым был выстроен храм Симеона Столпника, рухнувший вскоре после постройки и затем восстановленный на деньги Баташовых. Дворец в сентябре 1812 года занятый штабом Мюрата, пережил пожар 1812 года со значительным ущербом, а все окрестности, включая Симеоновский храм, выгорели дотла. Колоссальное состояние Баташовых через единственную наследницу Дарью Ивановну, внучку Ивана Родионовича, в 1821 досталось генералу Д. Д. Шепелеву. В 1826 году во время коронационных торжеств казна наняла усадьбу для главы британского посольства герцога Диванширского. Анна Дмитриевна Шепелева вышла замуж за помощника герцога Льва Григорьевича Голицына и получила ее в качестве приданного. После ее смерти в 1876 году владение было продано за символическую цену городу Подьяусскую больницу для чернорабочих. Петровский дворец в XIX веке перешел в руки купца-благотворителя Антипа Шалопутина, деда Павла Григорьевича Шалопутина П. Г. Шалопутина, построившего в Москве десятки школ, ремесленных училищ и больниц. В одноименном Шалопутинском переулке стоит в руинах классическое больничное здание. Его постройку в 1889-1890 финансировали не Шалопутины, а Морозовы. Вначале здесь размещалась Морозовская богадельня. В советское время – роддом имени Клары Цеткин. В 1980-е г. Г. Здание было выселено и затянуто маскировочной сеткой. Мэрия города, начиная с 1991-м, безрезультатно издавала предписание о приведении здания в порядок. В сентябре 2004-х вышло распоряжение мэра Москвы о передаче здания Международному фонду защиты от дискриминации, за соблюдение конституционных прав и основных свобод человека. Однако по сей день ни ремонта, ни реконструкции не начато. Примечательные здания и сооружения по несчетной стороне номер 1 – библиотека иностранных языков имени М. Рудамина. На территории установлен памятник Гогени, номер 7-8 ОАО ОФК Банк, номер 11 СТР-1, памятник архитектуры городская усадьба Аверещагиной, номер 19 доходный дом, номер 19 СТР-3, дом с верхним бревенчатым этажом. В здании располагается офис Всемирного фонда дикой природы, номер 21 СТР-3, жилой дом, номер 33 Московский медицинский колледж, номер 7, номер 43 Корп-4, жилой дом. Здесь жила актриса Татьяна Акуневская, номер 47, памятник архитектуры, главный дом городской усадьбы Морозовых. Здание отдано в аренду по программе рубль за метр, номер 49 СТР-1, 2, 3, памятник архитектуры усадьбы ИКНК Вишняковых, злогийный ограда усадьба возведена в 1891 году по проекту архитектора Н.В. Розова, номер 51 СТР-1, 2, 4, 5, памятник архитектуры усадьба 18 века с флигелями, номер 53, памятник архитектуры, дом 19 века с флигелями, номер 55. Памятник архитектуры, дом 19 века с флигелями, номер 57 СТР-1, 7, памятник архитектуры, дом Причта и церковное здание храма Сергия Радонежского в Рогожской Слободе, объект культурного наследия регионального значения, номер 59, памятник архитектуры, храм Сергия Радонежского в Рогожской Слободе. Перестроен в 1835 году архитектором Э.М. Шестаковым. Отделка храма осуществлена в 1900 году архитектором Э.Барютином. В 1985 году здание было отдано Музею древнерусской культуры имени Андрея Рублева, который начал его реставрацию для последующего размещения там экспозиции икон из своей коллекции. Затем, в 1991 году, было передано Русской Православной Церкви без предоставления компенсации музею. В почетной стороне сквер на Стрелке и Узской улице здесь стоял храм С.В. Стефана, номер 4, дом Причта, номер 6, памятник архитектуры, флигель усадьбы Баташава, выходящий фасадом на Яузскую улицу. Номер 8, двухэтажный дом XIX века, посольство Маврикия в России. Номер 10, храм Симеона Столпника за Яузой. Иконостас спроектирован в 1837 году архитектором Э.Н. Чичаговым. В 1930-х после закрытия храма его главный объем был разделен на семь этажей. В барабане были прорублены окна. Здесь находились сначала Московский институт повышения квалификации инженерно-технических работников Мосгарисполкома. Затем, с 1965 года, городской учебный комбинат управления кадров и учебных заведений Мосгарисполкома, в 1995 году в храме возобновились богослужения. Номер 12, дом Причта, церкви Симеона Столпника за Яузой. 1829-1834-1902, после 1917. Номер 14, двухэтажный дом XIX века. Номер 16, на этом месте до 1976 года стояла городская усадьба 1803-1817 года в постройке. Усадьбы нет. Запись в реестре памятников осталась по бурократическим причинам. Номер 18, двухэтажный дом XIX века. Номер 20, двухэтажный дом XIX века. Отсюда и вплоть до Садового кольца идет зона строгого регулирования застройки. Номер 22, СТР-1, ЦГФО. Доходное владение В.А. Александрово. Доходный дом номер 26, 28. Двухэтажные дома XIX века. Номер 32, двухэтажный жилой дом XIX века. Номер 36. Городская усадьба XIX века полностью уничтожена в 2007 году под строительство офисного здания. Номер 42. Памятник архитектуры здания Третьего Рогожского городского училища. Построено на средство купца Гласного Московской городской дома Н.А. Алексеева. Ныне музыкальная школа имени Н.А. Алексеева. Номер 44. Доходный дом номер 48. СТР-1. Памятник архитектуры. Городская усадьба В.А. И.Константиновый. Номер 52. СТР-1. Жилой дом Н.П. Баулина. Построен на основе палат XVIII века. Номер 54. СТР-1 и 2. Памятник архитектуры Рогожская полицейская часть. В основе восстановленного здания Руины XVIII века в 1990-е годы была проведена реконструкция утраченной каланчи. Номер 6029. Храм святителя Алексия в Рогожской и Слободе. Транспорт.